Головные боли, слишком много проблем с домашними заданиями и отсутствие взаимодействия с коллегами. Вот как ученица из Бельц описывает онлайн-образование во время пандемии. Елизавета Ивасюк, выпускница 12 класса теоретического лицея имени Александра Сергеевича Пушкина. Вместе с более чем 14 тысячами учащихся из города Бельца девушка пытается адаптироваться к дистанционному обучению, введенному Министерством образования. Она говорит, что ей трудно противостоять этому вызову, потому что Республика Молдова не была готова перейти на онлайн-образование. В нашей стране, мне так кажется, оно не особо развито, поэтому мне не особо нравится дистанционно обучение. Но я стараюсь присутствовать. Вообще отличаются и по объему, и по качеству, и не знаю, сложности тоже. Намного сложнее, мне кажется, и намного больше будет заданий. Уже в течение месяца Елизавета общается с коллегами и учителями только онлайн. То, что на первый взгляд казалось простым, оказалось очень сложным и утомительным. Моё утро на дистанционном обучении начинается немного позже. Я позволяю себе поспать до 9-10. Как я проснулась, я иду умываться, как обычно, позже завтракаю. И потом позволяю себе заниматься теми вещами, которые я очень сильно люблю. Это петь, играть на гитаре и разучать новые песни на синтезаторе. К 12 часам я должна уже быть за компьютером, чтобы слушать лекции. После того, как я прослушаю лекции, я сажусь за уроки где-то до вечера. Она рассказывает, что у неё есть несколько проблем с домашними заданиями, и большое количество заданий выматывают её. Мне абсолютно не нравится учиться онлайн. Я люблю в школе учиться всё-таки. Там другая атмосфера, там всё-таки ученик погружён в работу. А здесь ты наедине с собой. Нам дают много тестов, которые нужно решить за определённый срок и стать учителю. И в лучшем случае эти тесты проверяют и пишут, какие у тебя ошибки. Но всё равно это не то. Несмотря на пандемию COVID-19, Елизавета считает, что выпускники 12 класса должны сдавать экзамены на степень бакалавра. Такое двоякое мнение. С одной стороны, отмена экзаменов в четвёртом классе, ну, нормально. Ничего здесь такого нет. В девятом классе уже как-то, не знаю. Но с двенадцатым, если отменят, это будет немного несправедливо. Мы у Молдова абсолютно не готовы писать бак в онлайн-режиме. Я вообще не представляю, как это может происходить. Министерство образования заявило, что ученикам придётся учиться во время летних каникул. Но девушка из Бельс не поддерживает эту идею. Ну, до мая точно будет продолжаться. И мне бы не особо хотелось учиться летом, потому что не только у меня, но вообще у всего мира были другие планы. Но, к сожалению, карантин подкосил немного всех. И надеюсь, что такое обучение скоро закончится. Я немножечко устала от него. Елизавета боится, что из-за пандемии выпускной бал может быть отменён. Ученики из Республики Молдова продолжат свои онлайн-занятия до 15 мая. В этом году почти 2000 лицеистов из Бельс будут сдавать экзамен на степень бакалавра.